Вы прекрасно понимаете, что без американской темы я обойтись не могу. Дневник американского солдата и мейлы с фронта. Имейл номер один. Здравствуй, дорогая! Сегодня у нас на военной базе праздник. Мы летим в Ирак. Командование предупредило, война будет очень тяжелой, потому что там очень жарко. Ребята говорят, Ирак очень далеко, даже дальше, чем Мексика. А сержант вообще утверждает, что Ирак находится на самом юге Африки. Но полковник, который раньше преподавал географию старшеклассникам в колледже, сказал, что сержант не учил. И что Ирак не на юге Африки, а на севере Индии. А утром к нам обратился президент Папейджеру. Он объяснил, что иракский лидер не хочет делиться нефтью, а это значит, что он против демократии. И теперь главный долг Америки принести иракцам демократию, поскольку мы, американский народ, главный разносчик демократии в мире. Полковник сказал, что наш президент очень мужественный человек, раз отважился воевать со страной всего в 20 раз меньше. Но мы все уверены в скорой победе, потому что у нас самое современное оружие, противопехотные памперсы. Только одного не можем понять, как все-таки правильно говорить, Иран или Ирак? И еще одна радостная вещь. Теперь ты будешь довольно часто видеть меня, дорогая, по телевизору. ТВ будет показывать бои в прямом эфире. Между телесериалом «Смерть от зубочистки» и ток-шоу «Влияние солнечных бурь на целлюлит у самцов калифорнийских черепах». Обещаю тебе во время каждого боя махать рукой. Не волнуйся за меня, я взял защитный крем от солнца. Эмил второй. Здравствуй, милые, мы прилетели в Ирак. Здесь действительно очень жарко. Судя по всему, это все-таки не Индия. Потому что жители совсем не похожи на индейцев. Зато полковник уточнил в командовании, что правильно страну называть Ирак. А Иран, оказывается, это такое радиоактивное вещество. Иран-238. Сержант предупредил нас, что завтра начнутся боевые действия. Это он узнал по радио. Еще он сказал, что с нами будут воевать англичане, испанцы и поляки. Но не сказал, на чьей стороне. Конечно, нас напугало командование тем, что на этой войне будут не человеческие лишения в блиндажах, нет кондиционеров, окопы бездушевых. Но мы, американцы-герои, мы выдержим все, даже если во время боя не будут разносить Кока-Колу со льдом. А вечером в лагерь с песнями и визгом въехали камуфлированные телеги с валами. Это прибыл воевать украинский батальон химзащиты. Они очень красиво смотрятся на фоне пустыни в своем лесном камуфляже. На всех зеленые маскировочные костюмы, на головах ветки от деревьев. У офицеров, у офицеров, чтобы их можно было отличить во время бомбежек. За ними прибыли какие-то эстонцы, литовцы, латыши. Сержант утверждает, что это такие племена из американских резерваций, которые находятся в задней части Европы. Впрочем, эти племена очень добрые. Они прислали гуманитарную помощь иракским детям. Эстонцы, две фуры с детским питанием. Литовцы, четыре фуры с детской одеждой. Алтыши, двести фур с учебниками латышского языка. Имейл третий. Имейл третий. Сегодня мы вышли впервые на позиции. Начались боевые действия. Потому что позавчера иракцы вероломно обстреляли наш самолет, мирно бомбивший их города. Командование страшайше предупредило нас, чтобы никто в плен не сдавался. Иракские воины страшно наших пытают. Не дают им попкорна. Отбирают DVD-плееры. И запрещают пользоваться ниткой для чистки межзубного пространства. Зато мы чувствуем себя героями. Говорят, весь мир уже откликнулся на войну с Ираком. Бритни Спирс учит иракский язык. Мадонна отрастила бороду и выпустила новую книгу в постели с Хусейом. Но самое страшное, нам раздали украинские противогазы. Они так пропахли салом и чесноком. Что мы решили, лучше будем дышать и притом, и зарином. Скажи сыну, что папа обязательно вернется живым, если ему не наденут украинский противогаз. Имейл номер 4. С каждым днем нам приходится здесь все тяжелее. Уже месяц мы чувствуем по запаху чеснока, что где-то рядом находится украинский батальон химзащиты. Если в ближайшие дни ветер не переменится, нам конец. Вчера сержант даже упал от этого запаха с бронетранспортера, потому что у него закружилась каска. Медсестра хотела ему сделать укол, но он подал на нее в суд за сексуальное домогательство. Айракцы оказались варварами. Они не знают, что мы сильнейшие в мире и все время на нас нападают. Наши новейшие лазерно-позитронные устройства для сбоя вражеских прицелов не работают, потому что у них нет прицелов. А на прошлую неделю нам прислали сверхновые вертолеты, которые летают так низко, что не засекаются никакими системами слежения. Так позавчера какой-то иракский крестьянин, которому этот вертолет мешал обрабатывать поле, сбил его мотыгой. Пентагон подал на него в суд за использование оружия несанкционированного ООН. Президент выпросил у Сената 5 миллиардов на противомотыжную защиту и противолопатную доктрину, поскольку прошлая доктрина антисовковая устарела. И Мэйл Пятый. Сегодня самый страшный день. Где-то заблудилась походная попкорница и полевой Макдональдс. А наступление наших танков приостановилось, так как у самого Багдада на светофоре загорелся красный свет. Оказалось, у этих дикарей испортились светофоры. Мы простояли на перекрестке до вечера. Сержант утверждает, если бы не было иракцев, мы бы их давно победили. Журналисты просят, когда войдем в Багдад, залить его напалмом, чтобы им хватило света для съемок. Единственное, нам запрещено бомбить север Багдада, так как Голливуд снимает там эротический триллер о взятии Хусейна «Секс с Хусейном в большом городе». Первоначально в роли Хусейна собирались сняться Арнольд Шварценеггер, Том Круз, Джулия Робертс и Маколей Калкин. Но гонорар был такой, что согласился сняться сам Саддам Хусейн. В отчаянии, что война скоро закончится, я так не попаду на телегран, я стал, дорогая, махать тебе перед камерой двумя руками. Журналисты наконец заметили меня и показали по телевизору с титрами «Американцы героически сдаются в плен под Багдада». «Ура, я тоже стал телезвездой!» И мы имел шестой. Вплотную подошли к Багдаду. По пути встретили много сухих деревьев со скрюченными листьями, множество дохлых птиц, насекомых и кротов с выпученными глазами. Значит, здесь проходил украинский батальон химзостики. Он нас и выручил. Не выдержав запаха лука, иракские войска бежали из города. После чего наши войска геройски в него вошли. И мы имел седьмой. «Дорогая, можешь нас поздравить? Благодаря находчивости сержанта мы захватили 34 Хусейна». Это на 11 Хусейнов больше, чем захватил соседний с нами взвод. А украинцы вообще захватили всего 8 Хусейнов, из которых 2 женщины и 1 кот. Все Хусейны в настоящее время отправили на кастинг ДНК УЦОВ. Приятно, что первое место занял наш Хусейн. В жюри установили точно, это он. Теперь устанавливают, кто он. Только обидно, что кажется, зря мы воевали, терпели все это лишение, поскольку ядерное оружие инспекторы ООН так и не обнаружили. Оказывается, что бы ни делали последние 10 лет иракские ученые-ядерщики, у них всегда получалась анаша. Зато президент прислал нам всем на пейджер смс-ки. Он поздравил нас всех с успешным завершением операции. Он подчеркнул, что мы, Америка, миролюбивая держава, поэтому не оставим мир в покое. И скоро понесем его в Северную Корею и в Иран. Сержант сказал, Северная Корея это озеро в Тихом океане. Но они не готовы к войне с нами, туда еще не завезли фанту. ПС, вечер того же дня. В Багдаде началось мародерство. И на нас неожиданно напал украинский батальон химизащиты. Он попытался отобрать у нас все, что мы отобрали уракцев. Оказывается, украинцам вообще не платят зарплату. Сказали, что добудете в Ираке, то и ваше. Таких сильных боев не было за всю войну. Если я не вернусь, скажи сыну, что его отец был настоящим американцем, героическим разносчиком демократии.